Давайте начнем настройку главной страницы с настройки баннера. Как вы знаете, в этот баннер подгружаются превью записи. Но как сделать так, чтобы сюда подгружались не все записи, а именно избранные? Например, по каждой записи из каждой рубрики. Для этого мы должны завести рубрику с названием, например, «Слайд». А затем зайти в каждую из записей, которые должны отображаться в слайде, и поставить галочку на рубрике «Слайд» в соответствующей области. Итак, давайте создадим рубрику «Слайд». Как это сделать, вам уже известно. После этого установим на слайд записи про остров Тенерифи, Италию, Алтай и Тайланд. Для этого мы зайдем в каждую из этих записей и установим галочку в соответствующей области рубрики. Как это сделать, вы тоже уже знаете. После чего сохраняем изменения и переходим к следующей записи. Давайте настроим все остальные записи. После того, как настройки в записях завершены, переходим в режим «Настроить», а затем в меню «Activale Option» и выбираем «Slider Option». После чего в верхнем раскрывающемся меню выбираем категорию «Слайд», сохраняем изменения и выходим из панели «Настроить». Как вы видите, текст сливается с аватаром записей, поэтому нам нужно взять изображения записей и затемнить их. Это можно сделать в фотошопе, либо в любом онлайн сервисе по запросу «Онлайн затемнение фото». Затем затемненные изображения необходимо загрузить на сайт и заменить у тех записей, которые выгружаются в рубрику «Слайд», после чего сохранить изменения. Как вы видите, у нас все получилось. Теперь давайте настроим главную страницу. Для этого переходим в консоли «Список страниц» и выбираем «Sample Page», а именно переходим в режим редактирования ее. Теперь давайте удалим весь имеющийся контент, после чего сохраняем изменения и переходим в режим «Настроить». Выбираем вкладку «Настройки главной страницы» и из нижнего раскрывающегося списка выбираем страницу для записи «Sample Page», а в качестве главной выбираем позицию «Выбрать». Сохраняем изменения и выходим из панели «Настроить», а затем переходим для просмотра на сайт. Выглядит очень даже ничего. Единственное, что нам нужно сделать, это установить для текста под заголовка сайта «Путеводитель для путешественников» черный цвет. Скрыть название страницы «Sample Page» в левом верхнем углу, а также скрыть подвал с рекламными ссылками на разработчика темы оформления. У вас под видео имеется ссылка «Изменение дизайна главной страницы», кликнув по которой вы откроете файл, из которого вам нужно скопировать весь имеющийся там код, затем перейти в панель «Настроить», а именно во вкладку «Дополнительные стили» и вставить скопированный код в самый конец. После чего не забудьте сохранить изменения и выйти из этой панели. Пожалуйста, посмотрите. У нас все получилось. Теперь нам нужно настроить дополнительные страницы, создать форму контактирования с читателями и настроить навигационное меню. Об этом и поговорим на следующем уроке.